Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители канала Процветок. Несмотря на осеннюю погоду, сейчас самое время для планирования. Когда пышное цветение в саду закончено, всегда с грустью вспоминаешь летние деньки и думаешь, как бы сделать так, чтобы сад наш был декоративным как можно более длительное время. Конечно, можно отдать предпочтение летникам, которые цветут с весны до поздней осени, до самых заморозков. Но в то же время при выращивании большого количества летников есть много недостатков. Поэтому, конечно, всегда хочется подобрать такие многолетники, которые обеспечат вам длительное цветение. Несмотря на наши желания, ассортимент таких многолетников, к сожалению, совсем невелик. И эти растения любой уважающий себя цветовод должен знать наперечет. Какие же растения способны преодолеть этот барьер установленной природы? Ну, как правило, это многолетники, которые относятся к группе так называемых малолетних многолетников. Это растения, которые часто отличаются возможностью самосева. У них хорошее семенное размножение. Кроме того, это растения, которые достаточно быстро стареют и живут на участке, как правило, не больше двух-трех лет. То есть они как бы многолетники, но такие не очень продолжительные. Какие виды относятся к этим растениям? Самый длительно цветущий многолетник – это колокольчик карпатский. У него есть различные сорта, отличающиеся и высотой. То есть могут быть совсем карликовые сорта, как блюдварф. Он не превышает высотой 10-12 сантиметров. Есть сорта, отличающиеся окраской цветка. Есть сорта с бледно-голубыми цветками, как Джессика. Есть сорта с белыми цветками. Это растение способно цвести без перерыва при условии достаточно влажного лета почти 3 месяца. Он, как сказать, цветает в июне, он практически до сентября и цветет. Второй вид, который отличается длительным цветением – это солнцецвет монетчатый. Это растение сухих почв. Его также можно выращивать на альпийских горках, как и колокольчик карпатский. Вот это, кстати, солнцецвет монетчатый. Но, к сожалению, он уже отцвел, поскольку у нас уже были достаточно серьезные заморозки, и цветки уже просто повреждены. Вот бутончики, если посмотреть, они еще видны. Этот вид зацветает в конце июня, и практически до начала октября он цветет с небольшими перерывами. То есть у него после массового цветения в июне, но с небольшим перерывом приблизительно 2-3 недели, как правило, в самую жаркую погоду, он начинает повторно цвести. И пусть не так обильно, но его цветение продолжается до самой осени. Также длительным цветением отличается такой вид колокольчика, как колокольчик персиколисный. У этого вида также имеются многочисленные сорта, отличающиеся формой самого колокольчика. То есть у него могут быть узкоколокольчатые цветки, ширококолокольчатые цветки, могут быть чашевидные цветы, также могут быть махровые цветы. Есть сорта у колокольчика персиколисного с синими, белыми, голубыми и розовыми цветами. Но единственное, что это растение второго плана, поскольку, несмотря на длительное цветение, цветки у него на побеге расположены достаточно редко, и на переднем плане оно не всегда красиво выглядит. Из растений, которые могут подойти для альпийских горок, следует обратить внимание на такой вид, как фиалка рогатая. Этот вид тоже отличается достаточно длительным и продолжительным цветением. Сорта ее, в зависимости от своего происхождения, могут цвести от месяца до почти двух с половиной месяцев. Но, как правило, более длительно цветущие сорта плохо зимуют и требуют создания более легкой почвы, на которой зимовка происходит легче. Но у них есть плюс, они, как правило, дают хороший самосев эти виды. Среди длительно цветущих многолетников можно отметить такое растение нашей природной флоры, как гвоздика травянкой или так называемой часики. Многие в детстве наверняка встречали это растение на суходольных лугах. Конечно, оно не отличается обильным или каким-то очень ярким цветением. Но сейчас появилось достаточно большое количество сортов. Это гвоздики, которые, в отличие от видовой гвоздики с малиново-розовыми цветами, могут иметь насыщенно фуксиевый цвет, белый с красным глазком, белый с пятнами, светло-розовый цвет. Но и более обильное цветение. Эта гвоздика также цветет с небольшим перерывом практически на протяжении всего лета. Эта гвоздика также дает обильный самосев. Для своего лучшего развития она требует хорошо освещенного места и легких почв. Еще одним моим фаворитом при создании цветников является самый распространенный флокс метельчатый. Многие цветоводы не любят его за повреждаемость мучнистой росой и некоторыми другими заболеваниями. Но, в принципе, при подборе сортов можно найти несколько сортов, которые будут отлично чувствовать себя именно в вашем саду. Сам по себе флокс метельчатый, как правило, цветет не очень долго. В среднем его цветение не превышает 20-25 дней. Но есть некоторые садовые хитрости, которые помогут вам продлить цветение практически до 2,5 месяцев. Есть такое. Во-первых, флокс метельчатый, способен зацвести раньше, если вы прикроете рано весной, при начале отрастания побегов, растение буквально на неделю прозрачным колпаком. Например, обрезанной 5-литровой бутылкой для воды. В таком случае, как правило, цветение наступает приблизительно на недели-две раньше, чем положено этому виду. Затем вы при начале цветения можете удалить верхушки зацветающих побегов. Там, где уже вы видите сформированные бутоны, вы удаляете эту верхушку. И из пазух нижлежащих листьев появляются боковые побеги. Эти побеги расцветают. И цветение задерживается как минимум на 2-3 недели еще. И в принципе, если использовать не один сорт, а 2-3 сорта, которые отличаются продолжительностью цветения и сроками своего цветения, то можно добиться непрерывного цветения флоксов на протяжении практически 2-3 месяцев. Кто еще отличается длительным цветением? Это такой нечасто встречающийся многолетник, как децентра исключительная. В отличие от широко распространенной децентры великолепной или прекрасной, которая известна нам как разбитое сердце, этот многолетник децентра исключительная, отличается маленьким ростом. Его высота, как правило, не превышает 30 сантиметров. И небольшими, коротенькими такими соцветиями, с цветками такой же сердцевидной формы, как и у децентра великолепная. Этот вид при условии влажного лета цветет не менее 2,5 месяцев. Начинает он свести, как правило, в конце мая и цветет обычно уже до середины июля. В самые жаркие дни цветение у него прекращается. Также этот вид сохраняет красивую декоративную листву практически до самой осени, в отличие от децентра великолепной. Заслуженной популярностью у английских садоводов пользуются герани. И не зря, ведь это растение отличается очень продолжительным цветением при условии правильного подбора сортов. Мало того, что, как правило, сорта герани отличаются неприхотливостью. Такие виды ее, как герань иберийская и ее гибрид герань великолепная, они отличаются длительным цветением приблизительно на протяжении 30-35 дней и синими цветами. Герань кроваво-красная и ее сорта отличаются также очень длительным цветением. Ну и в целом гамма цветовая вот этих видов и сортов она малиново-розовая, реже белая, иногда с пятнами. Используются также часто сорта герани пепельной. Однако в условиях влажного климата она зимует не очень хорошо. И ее лучше выращивать на хорошо освещенных таких участках с легкой почвой, чтобы обеспечить ей хорошую зимовку. Стоит отдать должное такому растению, как лаванда. Многим кажется, что это очень прихотливое и сложное выращивание культуры. Однако, в принципе, если вы вырастите посадочный материал этого растения сами, либо приобретете адаптированный материал, то проблем с ее зимовкой быть не должно. Многолетником в условиях умеренного климата является лаванда узколистная. Она отличается небольшими узкими сизоватыми листочками и некрупными сиренево-голубыми цветами. Цветение лаванды в условиях Беларуси, как правило, происходит во второй половине лета. Приблизительно в начале июля у нее первая волна цветения. Затем у нее бывает перерыв в цветении. Если вы обрезаете цветоносы, она цветет повторно. И, как правило, второе цветение у нее заканчивается уже с морозами. Кроме того, сами по себе колоски лаванды, они даже в отцвывшем состоянии, имеют очень декоративный вид. И, в принципе, только вблизи вы рассмотрите, что сами цветки уже завяли. Из не очень продолжительно живущих на одном месте многолетников следует отметить такие растения, как хризантемы корейские. Многим кажется, что это совершенно осенний цветок, но это не всегда правда. Есть множество сортов, которые начинают цветение в условиях Беларуси даже с конца июня месяца. Но в среднем ранние сорта хризантемы в Беларуси расцветают, как правило, с конца июля в начале августа месяца. Ранние сорта хризантем способны цвести вплоть до самых устойчивых морозов. Если дополнить ваш цветник небольшим количеством декоративно-лиственных растений, которые декоративны на протяжении всего лета, то даже используя небольшой ассортимент многолетников, вы можете добиться декоративности его на протяжении всего сезона. От весны и до самой поздней осени. Наверняка кто-то из вас знает и другие растения, которые цветут продолжительное время. Я надеюсь, что вы поделитесь своими наблюдениями в комментариях, задавайте вопросы, я буду рада ответить на них. Подписывайтесь на наш канал, оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова